Жалоб от жителей стало меньше, а автобусов на городских маршрутах больше. Подводя первые итоги начала работы на пяти оставленных бигавтотрансом в направлениях движения городского транспорта, в компании АДМ говорят, интервалы движения автобусов постепенно выравниваются. Ситуация меняется в лучшую сторону, потому что количество автобусов, обслуживающихся на маршруте, стабилизировалось, и оно становится больше. Поэтому жалоб появляется меньше, но, сами понимаете, дорожная ситуация тоже очень здорово влияет на интервалы движения. За графиками движения автобусов диспетчерская АДМ следят по системе ГЛОНАСС. На большом экране вся городская транспортная сеть. Информация, где в данный момент находится автобус, обновляется каждые 20 секунд. Если из-за пробок и аварий нарушается интервал движения, диспетчеры по телефону отвечают на вопросы пассажиров. Узнают также, как маршруты ездят, по какому графику, какой интервал движения, во сколько будет автобус тот-то, тот-то, где-то там, на какой остановке и так далее. Сейчас на линии АДМ ежедневно выходит 144 единицы подвижного состава, в том числе и новые «Волгобасы». Недавно закупленные газомоторные автобусы повышены вместимостью с усовершенствованными моторами и более компактным газовым оборудованием. Перевозчики особенно отмечают, все новые машины доступны для людей с ограниченными возможностями. Обеспечить заезд коляски в салон должен водитель. Это их прямая обязанность, которая записана у них в злошной инструкции, в которой они расписывались при приеме на работу. И если подобное происходит, то, пожалуйста, сообщайте в администрацию компании. О таких случаях будем принимать самые жесткие меры. Все доединовые имеют низкий пол, все доединовые имеют площадку для размещения коляски, все доединовые машины. Это было одно из условий конкурса, когда вы выставляли маршруты. Уже к концу года на Владимирских улицах появится еще 30 новых газомоторных автобусов повышенной вместимости. Ими планируют усилить самые востребованные городские маршруты. Мы будем усиливать маршруты 20С, 21С, 9С. На 9 маршруте количество подвижного состава вообще удвоится. 15 маршрут энергетик. Туда будем возвращать опять машины особо большого класса. Вместе с дополнительными автобусами на 21 маршруте появятся и новые остановки. Горожане уже оценили возможность доехать на общественном транспорте до тракторной улицы. Только вот жаловались, что разрыв между остановками в промзоне очень большой. Мэрия пошла навстречу людям. Об этом просили жители. Ну и, собственно говоря, это подсказывала логика. Остановки будут организованы в самое ближайшее время. Одна из них вот сейчас производится на ваших глазах. В районе дома по улице Тракторной 15. На противоположной стороне будет такая же остановка. Еще две остановки 21 маршрута сделают на пересечении улицы Ракадной и Устина-Лаби. Сотрудники городского центра управления дорогами обещают подготовить забетонированные площадки через неделю. А чуть позже на них установят крытые павильоны. Будет обустроена и организована остановочная площадка. Подходы к этим остановочным площадкам. В общем количестве планируется организовать четыре таких остановочных пункта. Мы ранее уже установили остановочные павильоны нашей организации на улице Почаевской. Поэтому в дальнейшем будем решать и организовывать установку таких же павильонов. Кроме того, на сегодняшней встрече с журналистами ВДМ сообщили, что теперь единый проездной билет действует во всех автобусах компании. И несмотря на включение в него пяти дополнительных маршрутов, цена останется прежней. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал.